Тех, кто не хочет платить налоги и штрафы, сотрудники ГАИ и судебные приставы поджидали на въезде в Адмиралтийскую Слободу. В служебном автомобиле установлен программный комплекс, фиксирующий и сопоставляющий номера машин. Причем система не ошибается. У нас стоит аппарат, там сидят наши сотрудники, и они говорят, когда у нас сохранены в базе данных, сажается автомобиль должников. И по номеру машин, должников мы их останавливаем, потом они к нам подъезжают, и мы уже смотрим по общей базе, что они должны. За два часа совместного рейда было остановлено 60 машин, но задержали только два автомобиля. Их хозяева больше всех задолжали государству. К примеру, Артем Петров должен налоговикам 23 тысячи рублей, и при этом парень не чувствует себя виноватым. Государство у нас не дает морально, физически все оплачивать. Нет работы, нет ничего абсолютно. Откуда мы должны брать деньги? Артему Петрову сегодня повезло. Его отпустили. Он оплатил штрафы на месте. А со вторым должником разговаривать пришлось по-другому. Сейчас водитель вот этого белого Ниссан-Жука находится в отделении судебных приставов. Частная предпринимательница задолжала пенсионному фонду 43 тысячи рублей. И если женщина сейчас не погасит долг, на ее авто наложат арест. Самат Низамиев единственный, кто сегодня оказался чист перед законом. Штрафы он оплачивает регулярно. Я сам периодически проверяюсь по компьютеру. Если что есть, сразу оплачиваю. У меня долгов никогда не было. Таким, как Самат, ответственным и не имеющим штрафов сотрудники ГИБДД дарили подарки, конфеты и информационные буклеты. Все-таки Новый год впереди. И акция так и называется. В Новый год без долгов. Лиса Натыпова, Игуль Низамудина, Владимир Ладушкин, Телеканал Эфир.